Голубые дали – это около 18 тысяч человек и более 100 жилых домов. Несмотря на то, что микрорайон не входит в зону гостеприимства, перед проведением Олимпиады деньги на его благоустройство город выделил. Здесь отремонтировали дома, привели в порядок дворы, обновили школу и возвели пристройку к детскому саду номер 107. Двухэтажное здание, которое построили в рамках краевой целевой программы – это новый объект для микрорайона, так же, как и обелиск к воинам Великой Отечественной. Монумент установили два года назад силами местных жителей, заодно благоустроили сквер. Санитарное состояние сквера и улиц микрорайона особых нареканий у мэра не вызвало. Анатолий Пахомов отметил и чистоту на местном рынке. А вот цены главу курорта не обрадовали. Градоначальник рекомендовал директору рынка следить за ценообразованием и ориентироваться на ярмарки привоз. Наценка на открытых торговых площадках, особенно на социально значимую продукцию, не должна превышать 10%. «Если у нас будут такие цены на рынках, нам эти рынки будут не нужны. Тогда будем с машин торговать. Поэтому следить надо, особенно сейчас, с учётом того, что идёт какое-то непонятное повышение цены на сельхозпродукцию». К тому же руководству рынка рекомендовано благоустроить территорию возле торговых рядов. Дорогу и тротуары нужно отремонтировать. Дворы пятиэтажек также необходимо привести в порядок. Но это уже забота жителей. Глава курорта заметил, что за счёт бюджетных средств была проведена большая работа по благоустройству и к сделанному необходимо относиться бережно. «Думаю, немало сделали для этих домов. Привели их в порядок. А вот это стоит 10 тысяч рублей. Вот нам надо собрать. И собрать, и сделать». Нарекание у властей вызывает работа ряда управляющих компаний. На исправление недочётов им отведён месяц. К нарушителям будут применены санкции от штрафов до лишения лицензии.